Здравствуйте! Вы смотрите «Дайвичи» в студии Ксения Фрик. И вот о чем мы расскажем сегодня. Переходят на национальную платежную систему, где и как можно воспользоваться картой МИР. Выплаты работникам бюджетной сферы будут переведены уже к 1 июля 2018 года. Достаточно сложный вопрос, как с правовой, так и с морально-этической точки зрения. Вернулись к обсуждениям, нужен ли в Кирове бэби-бокс. Наша задача – посмотреть и рассказать людям о тех местах, где люди живут так же аутентично, как они жили 100, 200, 300 лет назад. Посмотреть мир и найти уникальные головные уборы. Куда собираются кировские путешественники? Оценили на месте. Как прибран город к 9 мая сегодня проверили кировские городоначальники и руководители подрядных организаций. Делегация из мэрии, дирекции дорожного хозяйства, спецавтохозяйства и теруправления Первомайского района прошла по улице Московской. Там они не только оценили уровень подготовки, но и рассказали, когда же весь город станет чистым после зимы. Тему продолжит Ирина Сырцева. У Вечного огня сегодня было оживленно. Одни работали над подготовкой одной из главных площадок празднования, другие готовились к этому празднованию. Я с гордостью смотрю на родину свою. А третий – мемориальный комплекс – выбрали отправной точкой для выездной планерки. Валерий Николаевич, такое предложение краткое, что удалось сделать, что у нас остается на сегодняшнюю ночь и на три дня, там в календарных, я уже еще раз повторюсь, четыре ночи осталось и три дня. По очереди чиновники и руководители подрядных организаций отчитывались, где подметено и помыто, и что покрашено накануне 9 мая. Работа по подготовке маршрута колонной праздничной от Вечного огня до театральной площади уже проходит более двух недель. В первую очередь убирали оставшийся снег, налить в приладковой, после этого убирали уличный смет, провели текущий ремонт проезжей части, ремонт колодцев. Весь путь совещания проходил от Вечного огня до театральной площади. По дороге мужчины в пиджаках и брюках внимательно проверяли, хорошо ли работают мужчины в спецовках. Красить бордюры вдоль улицы Московской будут на два раза – сейчас и в ночь на девятое. Ну, чтобы было видно, потому что там в пыли будут, мужчины ездят. А сейчас тогда почему-то странно взрывает? Нет, для того, чтобы было бы качественно. Качественно. Понимаете, о чем мы говорим? Дальше по пути следования обсудили ремонт памятника Трифону Виацкому и красоту клумб у поликлиники. На улице цветы уже посадила, самое первое, по-моему, судно следовало. Пусть цветы и искусственные, но все равно красиво. И так же красиво будет уже завтра, вот на этом месте, где еще сегодня лежит снег, обещают городоначальники. Мы завтра уберем на субботнике. Завтра на субботнике? На субботнике. Нет, у нас специальные субботнике все за... Происки зимы уберем. Тем временем, пока в центре города, на улице Московской, шла эта планерка, на одной из окраин местные жители поселка Порошино старательно обходили гору бытового мусора, накопленного не за один день. Праздновать День Победы кировчане будут строго в периметре, очищенном и покрашенном к этой важной дате. Судить об этом можно, потому что подрядчики, несмотря на ежедневные просьбы или мольбы начальника городской администрации, мусор и грязь чаще всего оставляют в покое и неприкосновенности. Везде приберем, успокоили сегодня городоначальники. Да, не везде тротуары очищены не то что от пыли, но и от мусора. Но работы по благоустройству 9 числа не завершатся. Да, эти три улицы, которые у нас задействованы на 9 мая, они первоочередным порядком проходятся и начинаются с этих улиц. А так, в принципе, мы идем по всем улицам. Мы основным улицам, мы второстепенным, везде убираем этот смет, грязь. Хотелось бы еще на понимание сказать, что в этом году весна очень запоздала. Если бы погода нам дала возможность начать 2-3 недели назад, естественно, такого бы состояния не было. Сейчас мы вынуждены бросать все силы, в первую очередь, для подготовки к 9 мая. Но планомерная работа, плановая работа по очистке города и будет точно так же продолжаться. Здесь никаких сомнений нет. Ирина Сырцева, Антон Мамаев, Бюро новостей Дайвича. Сейчас важная информация для тех, кто 9 мая планировал принять участие в акции «Бессмертный полк», но не успел до 5 числа заказать спецпропуск в МФЦ. Пройти с портретом участника Великой Отечественной войны можно будет и без пропуска, заверяют власти. Главное, войти с нужного входа на театралку. Как пояснили в администрации, пропуск нужен лишь для того, чтобы сотрудники полиции понимали, сколько людей в этот день примет участие в акции. Но даже если пропуска на руках не будет, не беда, заявили организаторы шествия. Достаточно иметь фотографию участника войны. С ней можно попасть на театральную площадь через пропускной пункт у драмтеатра. Главное, успеть до 11.30, когда стартует шествие до вечного огня. По предварительным данным, в акции «Бессмертный полк» в Кирове планируют принять участие около 4 тысяч человек. Мы приглашаем людей. Это ни в коем случае. Никакой пропуск. Мы приглашаем людей в этот день быть вместе. Никакого ограничения по количеству пропусков. То есть, если у вас нет пригласительных? А если у вас нет пригласительных, вы с этим партнером проходите на театральную площадь и встаете в общую колонну. А вот проехать по улицам города 9 мая будет проблематично. Особенно в центре из-за праздничных мероприятий больше десятка улиц в Кирове будут перекрыты. Изменятся и маршруты общественного транспорта. Автобусы будут ездить по определенной схеме. Работу пяти троллейбусных маршрутов на время приостановят. Какие именно улицы перекроют и в какое время, а также как будет ездить городской транспорт, можно узнать на сайте администрации города. В Кировской области выпустили 12 тысяч банковских карт МИР. Согласно закону, который в начале мая подписал президент России Владимир Путин, выплаты всем работникам бюджетной сферы и пенсионерам теперь будут начисляться на новые карты. Что такое национальная платежная система МИР? Расскажем в сюжете. Даже объявляли конкурс. Были варианты парус. Победила МИР. С названием определились, осталось обозначить тарифы. Но о них в Кировском отделении Центрального банка сегодня решили не говорить. Пока слишком рано. Точно известно только одно. Процесс перехода на новую платежную карту МИР будет поэтапным. Выплаты работникам бюджетной сферы будут переведены уже к 1 июля 2018 года. Перевод выплат пенсионерам будет осуществляться комфортно для них, поэтапно, по мере истечения срока действия действующих карт. Этот процесс завершится до 1 июля 2020 года. То есть уже через год все бюджетники будут пользоваться картами МИР. На новую платежную систему переведут в течение трех лет и пенсионеров. Кстати, с этой категории граждан деньги за выпуск карты и годовое обслуживание списываться не будут. Ее, как и любую другую банковскую карту, можно привязать к различным приложениям – транспортным, медицинским и социальным. Уже сейчас банки выпускают карты МИР, которые будут действовать и за пределами России. Среди преимуществ также программы лояльности. Например, с осени появится услуга «Кэшбэк». Национальная система платежных карт – это не только важный показатель уровня развития экономики нашей страны, но и безопасность и бесперебойность безналичных операций. Федеральные СМИ, ссылаясь на закон, который 2 мая подписал Владимир Путин, сообщают о причинах создания в России своей национальной платежной системы. Национальная система платежных карт была создана летом 2014 года, после того, как у российских банков из-за западных санкций возникли проблемы с международными платежными системами Visa и MasterCard. Пять штучек. Теперь проблем с безналичной оплатой быть не должно. На своем примере Андрей Абухов показал, как с помощью карты «Мир» можно оплатить, например, букет «Рос». По его данным, в Кировской области 90% банкоматов и терминалов уже начали принимать новые карты. Обеспечить стопроцентный результат банки обязаны к 1 июля. Ксения Фрик, Антон Мамаев, Бюро новостей «Давичи». Возможность спасти жизнь ребенку или просто коробка для детей. В Кирове вновь вернулись к обсуждению так называемых бэби-боксов. Еще три года назад представители католической церкви в регионе предложили установить такие боксы у себя в приходе. Тогда прокуратура области высказалась против. Но на федеральном уровне точка в этом вопросе еще не была поставлена. Решение за Госдумой. Там предложили еще раз узнать у регионов мнение на этот счет. Быть или не быть бэби-боксом. Этот вопрос кировчане активно обсуждали еще в 2014 году. Тогда настоятель римско-католической церкви у себя в приходе установил так называемое «окно жизни». По мнению сторонников бэби-боксов, здесь женщина может оставить своего ребенка, если хочет отказаться от него. По сути, подкинуть, но вроде как гуманным способом. В 2015 году Кировская прокуратура усмотрела в этом нарушение прав ребенка. Суд встал на сторону прокуратуры. Бэби-бокс закрыли и, казалось бы, поставлена точка в этом вопросе. Достаточно сложный вопрос, как с правовой, так и с морально-этической точки зрения. И вот 2017 и опять обсуждение. Быть или не быть в Кирове, да и в стране в целом бэби-боксом. С такой просьбой к регионам обратились депутаты Госдумы. Скоро им обсуждать этот вопрос на очередном пленарном заседании. И по итогам второго чтения проекта закона по бэби-боксам будет ясно, нужны они России или нет. Единого мнения нет до сих пор. К примеру, Следственный комитет апеллирует цифрами страшной статистики. За три последних года в Кировской области было найдено 8 мертвых новорожденных детей, в том числе и на свалках. Наше ведомство, так скажем, исходя из приведенных мной статистики по Кировской области, все-таки исходит из того, что создание их является, наверное, целесообразным. Потому что даже если эти коробочки в жизни, так скажем, помогут спасти хотя бы одну судьбу маленького ребенка, это уже можно считать оправданным. Прокуратура свое мнение еще два года назад озвучила, ничего нового и на этот раз. В настоящее время в правовом поле Российской Федерации нет ни одного закона, либо подзаконного акта, который регламентирует установку, либо использование бэби-боксов. По мнению полномоченного по правам ребенка в области Владимира Шабардина, внедрение бэби-боксов в стране не будет способствовать социальной ответственности женщин, которые решили избавиться от ребенка. Ни в одном из тех случаев, когда мать убивала наружного ребенка, она бы его никуда не понесла, даже в соседнее здание. В настоящее время имеется достаточно мест, в которых по аналогии можно оставить ребенка в случае желания матери. Это общественные места, это торговые центры, это поликлиники. По мнению Шабардина, лучше искать другие способы решения проблемы, отказов от детей. Но как бы там ни было, последнее слово в вопросе об установке бэби-боксов за депутатами Госдумы. Дмитрий Житарчук, Александр Брызгалов, Бюро новостей, Давича. Подземного перехода у администрации города не будет. На месте, где сейчас идут раскопки, появятся клумбы. Об этом сообщили чиновники. Напомню, фотографии техники на улице Воровского появились в социальных сетях. Пользователи предположили, что у администрации города начали строить подземные переходы. Но в мэрии эту информацию опровергли. И добавили, что летом на месте этих раскопок будут цветы. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. Около 30 автобусов в Кировской области выходили на маршруты неисправными. Об этом рассказали кировские полицейские. Они продолжают массовые проверки водителей автобусов, которые осуществляют пассажирские перевозки. Автоинспекторы уже проверили 817 автобусов, в том числе и маршрутное такси. Всего по результатам проверок было возбуждено 80 дел об административных правонарушениях в области безопасности дорожного движения. Выдано 16 предписаний на устранение выявленных недостатков. К административной ответственности привлечено более 10 должностных и юридических лиц. Больше 6000 кировчан пойдут в этом году в первый класс. Об этом сообщили в администрации города. На сегодняшний день от родителей уже поступило 6080 заявлений. Большинство из них хотят отправить своего ребёнка в школы номер 10, 14, 27, 37, 40, 51 и 56. Также в мэрии напомнили, приём заявлений от родителей, которые проживают на территориях, закреплённых за определенными общеобразовательными организациями, продолжается до 30 июня. Остальные родители могут подать заявление на свободные места в школы города с 1 июля. В Кирове начались работы по покраске остановочных павильонов. Об этом сообщили в дирекции дорожного хозяйства. Работы уже выполнены на улицах Харла Маркса, Профсоюзной, Воровского, Московской и Октябрьском проспекте. В ближайших планах у специалистов привести в порядок остановки на улице Сурикова, Попова, Некрасова, Комсомольской и ещё на ряде улиц в юго-западном районе Кирова. Сейчас небольшая пауза и вот о чём мы расскажем во второй части нашего выпуска. Перекрывают улицы, вода вятки продолжает подниматься. Посмотреть мир и найти уникальные головные уборы, куда собираются кировские путешественники. Маленькие, но уже опытные в Кирове стартовал чемпионат детской футбольной лиги. Это «Давичи» и мы продолжаем. Поплыли в Вересниках, Слободе, Дымково, микрорайоне КМДК на нескольких участках затопило автодороги. На легковом автомобиле сейчас там лучше не ездить. Как сообщили сегодня в администрации города, за последние сутки уровень воды вятки стал выше на 27 сантиметров и сейчас составляет 3 метра 70 сантиметров. Напомню, что по прогнозам синоптиков пик половодия наступит 8-9 мая. В этот день вода вятки может подняться до 4,5 метров. Поэтому члены оперативной группы, которые контролируют ход паводка в Кирове, будут работать все праздничные дни. Также дежурить будут и сотрудники МЧС и полиции. Кроме этого, изменятся маршруты общественного транспорта. Как именно будут ездить автобусы в зоне паводка, можно посмотреть на сайте городской администрации. Сегодня в Лебяжье высадили с Сады Победы. Это движение началось еще два года назад, когда ученики из Кирово-Чепецкого района обратились к российским школьникам с призывом высаживать яблони в память о героях Великой Отечественной войны. Теперь акция стала всероссийской. Как она прошла в этом году, расскажем в сюжете. Десятки учеников, педагогов и ветеранов поселка Лебяжье сегодня высаживают свой Сад Победы. Для каждого из ребят это не просто посадка деревьев, особенное событие. Поэтому дети со всей ответственностью подходят к высаживанию яблонь. Сад Победы разбивают четыре поколения учеников Лебяжской общеобразовательной школы. Эта акция для нас очень важна, потому что мы отдаем память нашим предкам, которые воевали. Что помнили, прадедов не забывали. Движение Сады Победы началось еще в 2015 году, когда ученики села Селезениха Кирово-Чепецкого района обратились к российским школьникам с призывом высаживать яблони в память о героях войны Великой Отечественной. Идею ребят поддержал депутат Госдумы Олег Валенчук. Благодаря ему акция приобрела всероссийский масштаб. Движение развивалось стремительно. Практически каждый день школьники России заявляли о желании высадить свой Сад Победы. Так движение Сады Победы партийного проекта «Дом садовода. Опора семьи» поддерживали от Калининграда до Дальнего Востока. Только в этом году к нему присоединились 25 регионов. В Кировской области за эти три года в нем приняли участие несколько сотен учреждений. Было высажено более 7 тысяч яблонь. Сегодня Кировскую область узнают в том числе и по движению Сады Победы. В этом году Садов Победы станет еще больше. Для всех регионов специалисты партпроекта из Кировской области в ближайшее время разошлют памятки с рекомендациями по уходу за Садами Победы. Акция, конечно же, очень широка. Я не буду ее сравнивать ни с какими другими мероприятиями, но тем не менее приятно то, что сегодня это по всей стране нашей России идет. Все прикоснутся к этим яблонькам, особенно учащиеся школ, молодежь, соединяясь с ветеранами, они посадят эти Сады Победы. Движение Сады Победы сплотило несколько поколений вместе со школьниками. Их закладывают педагоги, родители, ветераны войны и труженики тыла. Олег Валенчук уверен, важно, чтобы у подрастающего поколения была живая память о Великой Победе. Пройдут годы, а Сады Победы будут свести. И каждый из этих ребят сможет с гордостью сказать, что они, правнуки Победы, в память о своих предках украсили родину Садами. Из Вятских полян на Северный Кавказ участники автомобильной кругосветной экспедиции под названием «Хэтмастер», которая в 2014 году объехали 27 стран, готовятся к новому путешествию. На этот раз они посетят Грузию, Азербайджан и Армению. Цель экспедиции, рассказывают путешественники, это поиск национальных головных уборов, которые по приезду они отдадут в музей шляп в Вятских полянах. Готовиться к экспедиции участники начали несколько месяцев назад. Отправиться в путешествие не планируют уже 15 мая. Вернуться обратно 3 июня. Всего путешественники планируют посетить три страны и все Южные Республики, среди которых Дагестан, Чечня и Северная Осетия. Участникам экспедиции предстоит проехать более 7 тысяч километров. Наша задача посмотреть и рассказать людям о тех местах, где люди живут так же аутентично, как они жили 100, 200, 300 лет назад. И именно в тех местах мы можем обнаружить действительно уникальные старинные головные уборы. Потому что для музейной экспозиции необходимы не только новоделы, но и что-то особенное, что-то, что несет особую энергетику. Это исторические головные уборы. Будущие чемпионы. Сегодня на поле стадиона «Динамо» стартовал чемпионат детской футбольной лиги. 7 команд на протяжении нескольких дней будут бороться за выход в следующий этап соревнований. Подробности далее. За несколько минут до игр футболисты разминаются. Подготовка серьезная, ведь на кону путевка в следующий этап детской футбольной лиги. За нее сегодня борются 5 кировских команд и 2 приезжих из Чебоксар и Сыктывкара. Организаторы отмечают, для ребят это хороший шанс показать себя. Ребята, вы сейчас находитесь в самом начале своего футбольного пути. И я хочу пожелать вам, чтобы вы пронесли через всю жизнь ту любовь и искренность, которую вы испытываете к футболу. Всем участникам хочу пожелать удачи, успехов, крепкого здоровья и пусть победит сильнейший. По словам судей, на чемпионате отлично себя показывают игроки «Динамо-2005» и гости из Сыктывкара. Несмотря на юный возраст, футболисты уже опытные. За их плечами немало турниров по всей стране. Команда Кирова, это тренер Кутелев «Динамо-2005», они ездили уже на лакобол, всероссийский турнир. То есть вышли в финальную часть. Болезин Антона, 2006 год рождения. Они тоже ездят по всем турнирам. Уже опытные. Соревнования продлятся до 9 мая. За это время участники сыграют больше 20 матчей. По круговой схеме каждый с каждым. Победители будут определяться итоговым количеством баллов. Дмитрий Ижиторчук, Антон Савиных, Николай Шахарбеев. Бюро новостей «Дайвича». Такой была эта пятница, 5 мая глазами наших корреспондентов. В ближайшие минуты выпуск бюро новостей «Дайвича» появится на сайте девятка.ру. Делайте новости вместе с нами. Сообщайте о событиях в редакцию «Дайвича» по телефону 38 48 88. На этом я с вами прощаюсь. В студии работала Ксения Фрик. Всего доброго и до свидания.